Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подозреваемые признались, сообщает Генпрокуратура Абхазии. В результате проведенных оперативных мероприятий задержанные по подозрению в совершении разбойного нападения на группу отдыхающих братья от города Урджинджоля дали признательные показания. В ходе проведенных следственных действий второй задержанный выдал оружие преступления, нож, ювелирные изделия и два фотоаппарата, которые находились в лесном массиве недалеко от места жительства подозреваемого в селе Абгархук Будоутского района, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. Реформировать правоохранительную систему республики предлагает Общественная палата страны. На очередном пленарном заседании члены совещательного органа обсудили 10 пунктов, притворив жизнь которой, по их мнению, можно улучшить работу силовых ведомств. Окончательный вариант Общественная палата обещала представить руководству страны и обществу на следующей неделе. С заседания репортаж Лан Казымба. О том, что криминогенная ситуация в нашей стране в последнее время значительно ухудшилась, не говорит, пожалуй, только ленивы. Разные ведомства, политические и общественные деятели предлагают возможные пути выхода из сложившегося кризиса. Вот и Общественная палата наметила несколько пунктов по реформированию правоохранительной системы. Обсуждая документ, член Общественной палаты, председатель комитета по безопасности Владимир Аршба подчеркнул, что в борьбе с преступностью должны объединиться все здравые силы республики. К большому сожалению, даже те обязанности, те структуры, которые находятся сегодня в самой структуре МВД, работают не на 100%. На наш взгляд, даже на 50% не работают. Если выполнять все те должностные инструкции, которые написаны в положении прохождения службы в структурах МВД, то у нас был бы порядок. Первым пунктом в документе, представленном Общественной палатой, значится усиление контроля за работой патрульно-постовой службы. Она есть, но результаты не видны. По большому счету, там у нас один из пунктов, в конечном написано, чтобы служба была более прозрачная. На самом деле, понимаете, когда мы не видим результатов работы, у нас складывается впечатление, что работы как таковой нет. О том, что служба ГАИ работает неэффективно, говорила и Надежда Венедиктова. Журналист отметила, что за работу ведомства ответственность несет его руководство. Если оно не справляется со своими функциональными обязанностями, его необходимо менять, считает она. Я каждый день, четыре раза в день пересекаю Кадорское шоссе. Ну, редкий день. Бывает, что вы меня не пытались задавить. В своем возрасте я вынуждена бегать как газель, потому что никто не выдерживает никаких правил, кроме нескольких. Там могут остановиться, пропустить. Все остальные газуют. То есть элементарные вещи, понимаете, это Кадорское шоссе, расположенное напротив пляжа. Ходят отдыхающие с детьми, наши люди с детьми, и мы все вынуждены есть вот эти зебры. Практически никто не останавливается перед ними. То есть, понимаете, даже на таком простом уровне мы не можем навести порядок. Это значит, что руководство не справляется со своими обязанностями. Эффективность должна быть. Если мы не видим эффективности, значит нужно менять руководство. Министерство внутренних дел должно работать более открыто, предоставляя обществу необходимую информацию, считает член общественной палаты Геннадий Моргания. По тяжким преступлениям, по особо тяжким преступлениям. Чтобы не было личных разговоров, у нас на руках, по мере возможности, если это не под грифом секретным, должны быть вот эти все данные на руках. По годам. Вот пришла новая команда, новый президент. Какова динамика всплеска этих преступлений, тяжких, особо тяжких и так далее, и тому подобное. Тоже наркомании. Члены общественной палаты предлагают усилить работу участковых. В пример приводят советскую систему, которая работала и давала свои плоды. Также предлагается укрепление материально-технической и кадровой базы судебно-экспертных учреждений страны. А вот в отношении создания в структурах МВД и Генеральной прокуратуры специализированных следственно-оперативных подразделений по расследованиям тяжких и резонансных преступлений, члены палаты полемизировали. А вот это зачем? Создание в структурах МВД Генеральной прокуратуры специализированных следственно-оперативных подразделений по расследованию оперативного собрания. Это все должно быть? Они есть. А члены МВД, а где нас в прокуратуре? Ну, надо, чтобы они работали. А для того, чтобы они работали, нужно либо... А мы можем только рекомендовать и спросить, почему это не работает. Общественная палата своими заявлениями показывает обществу и правоохранителям готовность сотрудничать и поддерживать меры, проводимые МВД по улучшению криминогенной ситуации в стране, отметила Лиана Кварчелия. Одной из главных проблем Лиана Кварчелия считает недоверие простых граждан органам правоохранительной системы, причем на всех уровнях. Вопрос в том, что сегодня как раз-таки недоверие к правоохранительной системе, причем на всех этапах. На этапах расследования люди не доверяют, что честно будет проведено расследование. Второе, у людей нет веры, что даже если пойман человек с поличными, что доведут дело до суда. Мы помним вот эти резонансные задержания по поводу наркоторговли. Потом как-то все вот это стихло. Мы знаем, что какие-то имена российских граждан звучат, а вот как бы абхазских граждан потом как-то имена уже мы не слышим. Значит, третье, судебные решения. Люди потеряли веру в то, что справедливые судебные решения могут выноситься. Возьмем вот это дело последнее с Урмин-Илян, которое тоже вот гражданское общество под контроль взяло, присутствовало на заседании. Достаточно вот возьмите газету и прочитайте вот это вот последнее слово выступления обвиняемого там, отца обвиняют. Даже вот в его речи там столько вопросов, на которые судьи не дали ответов. С целью обеспечения эффективного взаимодействия граждан с правоохранительными органами общественная палата предлагает создание общественных советов при МВД, Генпрокуратуре и СГБ Республики. Если мы говорим о создании советов, речь не идет о таком вот придатке, который будет подчиняться, допустим, в МВД или Генеральной прокуратуре. Речь идет о независимом общественном совете. Есть международная практика, в которой, извините меня, министр отчитывается перед общественностью. Там общественность сидит в этих советах, перед ними отчитывается. Если сегодня к нам обращаются и говорят, помогите нам, чтобы справедливость восторжествовала, значит, понимаете, это действительно общественность, как бы есть надежда на общественность, и такие полномочия необходимые ей дать. Кадровая политика в правоохранительной системе должна быть более жестко, считает Сократ Джинджолия. Безответственность и безнаказанность – первые враги стабильности в государстве, уверен он. Я не согласен с тем, что вот здесь вот прозвучало, что мы все ответственны. Ответственны каждый за свое дело. Ответственность персональная. Персональную ответственность несут вот эти работники правоохранительных органов, их начальство, и то начальство, которое над ними стоит. Куда входит милиция, куда входит, если конкретно мы говорим милиция, это в исполнительную структуру власти. В исполнительной власти достаточно власти, извините меня за такую тавтологию, прижать к ногтю тех, кто не выполняет свои обязанности. Заставить их порядок наводится всегда жесткой рукой. В итоге многие пункты из предложения по реформированию правоохранительной системы члены общественной палаты решили пересмотреть и доработать. В этой связи принятие документа отложили на неделю. Официальная хроника. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцец представил коллективу нового председателя Государственного комитета по репатриации Беслана Дбар. Задачи, которые стоят перед комитетом, будут реализовываться и дальше. И возвращение на историческую родину наших братьев-абхазов – главное из них, подчеркнул Беслан Барцец. При этом отметил, что Беслан Дбар имеет большой опыт работы. Он справится со своей задачей. Вице-премьер Абхазии Беслан Эжба представил нового руководителя Игоря Микваби коллектива управления капитального строительства Абхазии. УКС является основной структурой, которая работает по линии реализации инвестиционной программы. На эту организацию возложена высокая ответственность, которую надо подтверждать каждый день умением и профессионализмом, подчеркнул Беслан Эжба и выразил надежду в том, что и дальше в коллективе продолжится слаженная работа. Политика. Осложнение криминогенной ситуации в стране обусловлено нарастанием системного кризиса государства и свидетельствует о необходимости принятия безотлагательных решений по реализации реформы в сфере экономики и правоохранительной деятельности, говорится в заявлении партии Айнар, распространенном во вторник, 18 июля. Текущая ситуация в республике, по мнению авторов заявлений, является следствием игнорирования исполнительной власти, требований общества по наведению порядка в стране, борьбе с коррупцией, укреплению суверенитета и безопасности государства, а также реализации системной государственной политики в сфере экономики. В целях усиления противодействия коррупции в системе государственной службы партия Айнар предлагает ряд конкретных идей. Полный текст заявления публикуется на лентах информационных агентств. Повторные выборы депутатов Сухумского собрания по избирательным округам номер 2 и номер 10 состоятся 17 сентября. Такое решение принято на заседании городской избирательной комиссии. Выдвижение кандидатов в депутаты будет проходить с 8 по 27 августа. Регистрация кандидатов в депутаты начнется 28 августа и завершится 6 сентября. Главу миссии Международного Красного Креста в Абхазии Мауро Мурабитом сменила Хелена Старре. На встрече с представителями международной организации председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба отметила, что Красный Крест – первая гуманитарная организация, которая начала работать в Абхазии с начала грузино-абхазской войны. За эти годы было реализовано множество гуманитарных программ, среди которых работа по идентификации останков абхазских бойцов, пропавших без вести, которая, по словам представителей Красного Креста, продолжится. И мы, движение «Матери Абхазии», очень ценим вашу роль и очень благодарны ей. Особенно благодарны каждому новому главе, который продолжает вот эти хорошие начинания, гуманитарные вопросы, благотворительные вопросы, вопросы особенно пропавших без вести, которые вот на протяжении уже фактически с 2013 года идут поиски. И очень большие результаты в этом направлении. И мы благодарны Мауру Мурабиту, молодому человеку, который вот за такой короткий срок очень много сделал. Спасибо большое за теплые слова, за эти слова приветствия, и за то, что вы сейчас говорили. Как вы сказали, это правда есть и было очень значительные основы до вовлечения МКК здесь, в Абхазии, в этом очень деликатной, в этой теме. И потом мы стали работать вместе и укомплектовать, скажем, друг друга. Для нас, как вы очень хорошо знаете, все, что делается, делается для семей. Семей пропавшей без вести, которые, как сейчас только сказалось, живут с этой неясной потерей, вот с непределенностью. И это причина, как вы лучше, конечно, меня можете выразить, очень-очень глубокого горя и проблем, которые могут выйти в психологическом состоянии и в социальной сфере и так далее. И со своей стороны я могу обещать две вещи. Все, что делалось МКК до этого, все, что сделалось МАРО, тоже будет делаться в будущем. 20 миллионов рублей запланировано на расчистку русла реки Адзабш и возведение опорной стены по левому ее берегу. Работа проводится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В общую программу вошли река Кодур и четыре Сухумские речки. Бюджет запланированных работ в целом составляет 91 миллион рублей. Как проходят работы в Сухуме на реке Адзабш в материале наших корреспондентов. Русла реки Адзабш расчищают от многолетних почвенных наносов, гравия и бытового мусора. Много лет подряд река после каждого продолжительного ливня подтапливала расположенные поблизости дома. Их жители уверены, что причина в замусоренности русла. По их словам, они не раз обращались в администрацию города с просьбой очистить реку. Хорошо видно, что не только естественные иловые почвенные наносы тормозят движение воды в Адзабш. Крупный бытовой мусор становится преградой, образуя своеобразные дамбы, которые задерживают гравий, ил и почву. На первом этапе расчистки как раз именно от бытового мусора избавлялись рабочие. Объемы были очень большие. Большинство пришлось вывозить. В основном это бытовой мусор, отходы, холодильники, кузова машины и все остальное. На сегодняшний день прочищено порядка 600 метров. Чтобы расширить и углубить русло, техника должна работать у самого края берега. И даже прямо в реке. Но зачастую экскаватор не может заехать в нужное место из-за близкого расположения коммуникации, электро- и водоснабжения. Так случилось на участке реки Адзабш в районе улицы Бегуа. Пока работники водоканала не поднимут эту магистральную трубу, продолжать расчистку под мостом будет невозможно. Вроде было видно, где труба переходит через реку. Механизатор был предупрежден. Все, но буквально в 10-15 метрах, когда техника начала съезжать в реку, то оказалось, что труба идет и по берегу еще. Это из-за отсутствия технического обоснования, где проходят какие коммуникации. Похожая ситуация возникла при расчистке участка под железнодорожным мостом. Прямо в воду спускался силовой кабель. Без помощи СОЭС продолжать работу не представлялось возможным. Кабель был снизу прикуплен к мосту высоковольтный. Крепления оторвались, оно упало, и речка его заилила. Нам удалось, не повредив кабель, его вытащить. И мост, под которым человек с трудом проходил, сегодня увидели, что уже техника рассеялась так, что экскаватор под мостом прошел и работает выше моста. Также сложности создают несанкционированные постройки. Горожане прокладывают переправы через реку и возводят различные строения прямо над руслом реки. По словам специалиста по техническому надзору управления капитального строительства, санкций на устранение таких препятствий у них нет, но рабочие находят способ справиться с этой трудностью. Многие из жителей несогласованно делают переправы через речки, не имея, к сожалению, строительного образования. Некоторые из этих самостроев создают определенную проблему. Выход из ситуации, в принципе, он есть. Мы углубляемся в этих точках, максимально делаем углубление, чтобы поток воды проходил спокойно. Технический надзор следит за тем, чтобы не было отклонений в смете. Но для таких из ряда вон выходящих случаев, когда приходится выполнять несколько большую работу, чем это предполагалось ранее, есть допуск в 10% от стоимости всего проекта. А это мы напомним 20 миллионов рублей. С метой была предусмотрена очистка русла реки на 40 сантиметров, но фактически мы видим, что углубились на 2 и более метров в некоторых участках, так как это были проблематичные участки. По словам специалистов, расчистка русла реки – это крупномасштабный проект, реализация которого невозможна без участия и согласованной работы всех городских служб и даже местных жителей. Подобные работы проводятся на четырех реках в Сухуми и Кодоре. Потрачено на это будет более 90 миллионов рублей. Проведено первичное визуальное обследование взлетно-посадочной полосы, железнобетонных и металлических конструкций для установки навигационного и осветительного оборудования. Инал Лазба назначен директором филиала «Энергосбыт», сообщается на официальном сайте «Черноморэнерго». По словам генерального директора «Черноморэнерго» Аслана Басария, несмотря на свою молодость, Инал Лазба уже зарекомендовал себя как профессиональный управленец и рассчитывает на эффективные результаты работы. Выставка «Абхазия на картах и гравюрах» 17-20 веков откроется в среду 19 июля в 13 часов в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Ибрагим Чкадо представит на выставке уникальные карты из личной коллекции. Историк, журналист и фотограф Ибрагим Чкадо увлекся коллекционированием карт с изображением Абхазии несколько лет назад. Сегодня его собрание насчитывает более 50 экспонатов и охватывает период с 17 века до наших дней. Открытие экспозиции приурочено ко дню государственного флага Абхазии. Накануне выставки наша съемочная группа побывала в гостях в студии Ибрагима Чкадо. Несколько лет назад талантливый во многих отношениях Ибрагим Чкадо увлекся исторической картографией. Историк по образованию, он интересовался картой как одним из наиболее объективных и достоверных документов своего времени. Бывая за границей, Ибрагим Чкадо часто посещает антикварные и букинистические магазины. В одном из них ему и повстречалась первая карта, которую захотелось купить. Ну, я ее купил в Европе. То есть я зашел бы к ней в магазин такой винтажный, там разные старые вещи. Я там старые аппараты собираю фотографические. И увидел тут тоже стопку карт. И мне стало интересно, я стал искать Абхазию. И она по секторам была, то есть по разным участкам земли. Эта газета «Таймс» выпускала, типография в Эдинбурге была. И она была 19-го года. То есть это очень интересный период. Мне было интересно, как там отмечена Абхазия. Она была там отмечена, как вот директория черноморская. То есть империя развалилась, республики еще не было. И я понял, насколько это интересная вещь вообще карты. Как статус той же Абхазии менялся на протяжении веков. И как это было отмечено в картах. Так началась история новой коллекции Ибрагима Чкадо. Собрав довольно полную подборку карт 20-го века, он начал искать более ранние экземпляры. Выбрать одну самую дорогую сердцу карту коллекционер не смог. Собрание представляет для него ценность именно в коллекции. В более ранних картах, там 18-19-х, там еще можно... То есть какие племена... И потом карты же разные. Есть бельгийские, французские, английские, российские. Какие угодно есть карты. И как названия менялись. Например, в более старых картах, 18-го, 19-го, там даже 17-го, главная одна карта есть 17-го века. Там тогда же интересовало больше, может, не... То есть топография была очень слабая, то есть изображено. Но особенно в средних веках карты, там больше интересовало, какие народы там обитают. То есть как они соотносятся, например, к Святой Земле. То есть в зависимости, кто это состоит. Если это морские карты, они более точные были. Военные очень точно. Особенно вот российские, 19-го века очень интересные карты. Вот сейчас 19-го века более-менее меня хорошо представлен. И 20-й век начала, потому что тоже статус менялся. Это очень интересно. А вот, конечно, 18-го поменьше, не более редкие. Вот 17-го, там буквально одна и одна на рубеже 17-го, 18-го века. Сейчас коллекция Ибрагим Ачкадуа насчитывает около 40 карт и 10 гравюр. Некоторые были куплены на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Но наиболее ранний коллекционер приобрел на аукционах в интернете. И здесь не обошлось без помощи друзей. Да и вообще сама коллекция, ее в одиночку невозможно было сделать. То есть, да, я нахожу там, да, какие-то финансовые, но они разбросаны по всему миру. Это надо все скупать. Это не со всех карточек возможно. И потом пересылка. И я просто всех своих друзей, в хорошем смысле, напряг, которые по всему миру разбросаны. Я им огромная просто благодарность хочу всем сказать. Это и в Москве, и даже в Африке у меня друг есть, который помогает через своих друзей. Ему перей, он потом сюда привозит. Там одна наша землячка в Испании живет. Она вообще ни в какую не захотела, чтобы я оплатил. Правда, карта не очень такая дорогая была. Тоже решил вот свой вклад такой сделать. То есть, и масса моих друзей, которые в этом были задействованы, в этой коллекции. Как и у многих коллекционеров, в определенный момент у Ибрагима Чкадуа появилось желание показать свои находки. В процессе подготовки выставка приобрела множество целей и задач. Так, Ибрагим Чкадуа надеется, что удастся найти коллекционеров-единомышленников или студентов старших курсов, которым бы захотелось глубже изучить тему Абхазии в зарубежной картографии. Кроме того, выставка приурочена ко дню государственного флага республики. Во-первых, дата тоже не случайно выбрана. Это день флага, который у нас учрежден. Он как-то некоторые годы так отмечается. И день костюма, то есть костюм одевает. Но хочется, чтобы еще более утяжелить в хорошем смысле эту дату, чтобы она не просто была такая развлекательная, а еще и несла какую-то другую нагрузку. Это один момент. Второй момент, мне кажется, что есть еще собиратели или другие разные вещи собирают. То есть у нас есть музеи официальные, государственные и так далее. Но мне кажется, что собирательство ради собирательства, это такая, не то что пустая, это такая немного, такой человек в футляре называется, со своей коллекцией вместе. Коллекции для того и дела, чтобы их демонстрировать, тем более такие. И поэтому я решил их как-то выставить. Ну и есть еще такой посыл. Я надеюсь, что это привлечет внимание вообще к нашим архивам, вообще к положению дел в исторической науке. Но я так надеюсь и вижу, что рамки этой выставки не будут там сугубо исторические. Там у нее много аспектов есть. Да и сами карты, они разные, они там будут и политические, и географические, и этнографические даже, и туристические даже, в конце концов. То есть они разные бывают. И, собственно говоря, посыл тоже к разным таким аудиториям. Подготовка к выставке – довольно непростой и трудоемкий процесс. В какой-то момент дело стало настолько хлопотным, что Ибрагим Чкадуа едва не пожалел, что затеял все это. На помощь вовремя пришли старые добрые друзья. А уже когда, в смысле, решил выставить, я, естественно, своим старым и давним, с традиционным партнером Аквафону пошел. Ну, во-первых, их директор мой друг близкий, он всегда... И вообще Аквафон традиционно этот праздник отмечал как-то, один из первых стал вот так вот отмечать масштабно. Поэтому я не мог в первую очередь к ним. Они, естественно, поддержали. Я тоже знаю кризис на дворе, и поэтому так вот я очень много так вот сам своими руками делал, чтобы не напрягать. Ну, и потом тоже уже не хватало что-то, я обратился к компании «Вина и вода» в Абхазии. Тоже Николай Ачбан, мой старый приятель, и, естественно, не отказал. Я рад, что вот находятся такие компании, которые вот так вот... То, что социально-государственно ориентированы, и они всегда... И там я не знаю, чего больше было хорошего отношения ко мне личное, ну, и я думаю, это политика компании, за что им благодарен. Ну, и выставочный зал тоже он мне предоставил, там, со скидками, все. Батал Джопо сразу же рядом встал, помог с баннерами, завтра, говорит, еще приду, помогу развесить, потому что там эта развеска, она тоже свои нюансы имеет какие-то. Там, блин, оба... То есть я не одинок, и в этом прелесть нашего существования. Карты и гравюры с изображением Абхазии из личной коллекции Ибрагима Чкадуа будут представлены в выставочном зале Союза художников. Открытие экспозиции состоится 19 июля в час дня. Надежда Боровикова, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. В Русском театре драмы идут репетиции нового детского спектакля по пьесе Сергея Астраханцева. Специально для постановки спектакля «Братец кролик» и «Братец лиц» в Абхазию приехал режиссер Архангельского театра драмы имени Михаила Ломоносова. Анастас Китчик и ранее работал с местными актерами. По его постановке в Сухоми состоялась премьера «Черная курица» и «Жители подземелья». Новый спектакль обещает стать интересным и запоминающимся. Забавная история в стиле ковбойских вестернов, но для самых маленьких зрителей именно таким должен стать спектакль «Братец кролик» и «Братец лис». Дошколята и даже взрослые смогут найти для себя что-то интересное в этом веселом приключении, наполненном глубоким смыслом, отмечает директор русского драматического театра Иракли Хиндва. Спектакль будет интересен детям от двух-трех лет и старше. И на самом деле он будет интересен взрослым, потому что он очень лихо сделан, очень весело, он такой компактный, детям не будет скучно. И самое главное – спектакль, который учит добрым, правильным ценностям и принципам жизни. Уже наступил тот этап, когда репетиции подходят к выпускному периоду. Завершилась предварительная подготовка, и теперь вся труппа работает на сцене. Уже выставляются декорации, выставляется свет, создается и звуковая партитура спектакля. И я думаю, что уже к концу недели спектакль будет собран. Всех приглашаем 24 и 25 июля на этот спектакль. Режиссер Анастас Кичик, под чьим руководством ранее в Русском театре состоялась премьера «Черные курицы и жители подземелья», подошел к постановке своего следующего спектакля на абхазской сцене с большим энтузиазмом. Это такой интерактивный, хулиганский, в хорошем смысле, ковбойский балаган, можно назвать балаган тоже в хорошем смысле, после которого дети в семье будут назначать, кто братец-кролик, братец-лис, будут петь песни, которые у них останутся в голове после спектакля. И в общем, неделя у родителей будет проходить под знаком «Братец-кролик, братец-лис». Главный герой пьесы – братец-лис, злостный хулиган, искусно вскрывающий свою ранимую душу. Дружба привнесет положительные изменения в сложный характер персонажа. Актер Рубен Депелян, исполнитель этой роли, рассказывает, что репетиции проходят в веселой и непринужденной атмосфере. Тут нужно тоже так похулиганить, почувствовать детство, оторваться, и это только в удовольствие. Выстраиваем изноценно и ставим танцы, и очень песни очень сильно встречены. Мне даже выпала задача ставить танцы к этому спектаклю, так что я тут еще параллельно и хореографом работаю. Спектакль «Братец-кролик» и «Братец-лис» предстанет перед публикой в новой версии, отмечает режиссер. Спектакль, уже я убедился, что он все равно будет уникальный, потому что актеры, которые участвуют, они неизбежно вносят свою индивидуальность, какие-то новые вещи привносятся, придумываются. И спектакль этот все равно будет не похож на то, что я уже делал в Архангельске. Премьера детского спектакля состоится на сцене Русского драматического театра 24 и 25 июля. Далее показы пройдут три раза в текущем месяце и два в следующем. Амелия Сатурян, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. Сайт Государственной Республиканской юношеской библиотеки Абхазии начал свою работу, сообщает сайт Министерства культуры. При общении молодого поколения к достижению мировой культуры – одна из главных целей создания сайта, отметила директор библиотеки Юлия Ени. Государственная Республиканская юношеская библиотека Абхазии осуществляет библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Студенты-международники Абхазского госуниверситета участвуют в работе медиашколы «Грозный-2017». В рамках мастер-классов молодые специалисты учатся грамотному использованию социальных сетей и технологий при создании СМИ. Участников встречи ждет насыщенная культурная программа. Мероприятия проходят до 21 июля в Грозном. В швейцарском отеле без стены крыши нет отбоя от постояльцев, сообщает сайт фишки.нет. Здесь нет ни ванной, ни уборной, ни даже стен и крыши. Ведь располагается необычный отель «Нулстерн» прямо под открытым небом. Он расположен на высоте около 3 километров над уровнем моря и может с чистой совестью похвастаться великолепными видами на Альпы. К услугам постояльцев всего лишь двуспальная кровать. Гардероба тоже не предусмотрена. Зато собственный дворецкий принесет вам сэндвич с салями, а утром подаст кофе в постель. На зиму отель закрывается. Администрация считает, что ночевать под открытым небом в зимних горах опасно даже для оригиналов. Завершение выпуска. Прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, 19 июля в Абхазии солнечная погода. Температура воздуха днем 30, ночью 24 градуса тепла. На этом пока все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!